Я приветствую всех зрителей и подписчиков канала Банковский. Разберем с вами тему, что же делать, если не пришла зарплата на карту Сбербанка. Сейчас на карту все получают зарплату, за исключением тех, кто остался еще на неофициальном трудоустройстве. Ну там какие-то подработки, шабашки, то есть там как-то вот так это все называется. И соответственно там рассчитываются наличными. А если вы работаете официально, то большая часть уже получает зарплату на банковскую карту. И не всегда тот банк, который предлагает работодатель, соответствует требованиям работника. Может быть ему нужен, допустим, банк какой-то другой, который ему удобен для получения зарплаты и снятия денежных средств с банковской карты. Соответственно клиент вправе перевести свою зарплату в сторонний банк. Ну и не всегда зарплата может прийти вовремя, либо вообще может не прийти. Главное не стоит паниковать, когда зарплата не пришла в тот день, когда вы ее ожидаете. Обязательно нужно узнать причину и после этого ее решить. И соответственно давайте перечислим некоторые моменты, которые могут способствовать тому, что зарплата вовремя не пришла. Одна из причин это может быть перепутана дата. Может быть вы перепутали, когда вам должна была начислиться зарплата. Может быть в бухгалтерии там переданы банку немножко другие сведения, да, и деньги придут не в тот день, когда вы их ожидаете, да, а в какой-то другой. Также могут быть какие-то сбои в работе бухгалтерии. То есть допустим бухгалтер не вовремя подал ведомости в банк и соответственно деньги были перечислены в какие-то другие даты. Может быть у работодателя какие-то проблемы в том плане, что какие-то финансовые трудности и деньги вовремя на счет не поступили. Ну и наконец-то там могут быть какие-то технические сбои на стороне банковской системы. То есть как бы вы здесь уже по факту ничего решить не можете, нужно просто ожидать решения, когда в банке наладится система. Ну и таким образом, да, по причинам, по этим, что же можно сделать. То есть первым делом, что вы должны, это обратиться в бухгалтерию для того, чтобы узнать причину, по которой деньги не поступили. Может быть это праздничные дни, может быть выходные, соответственно деньги могут задержаться, не всегда они могут прийти раньше. То есть сначала бухгалтер проверяет информацию у себя, то есть насколько все было корректно передано и деньги были переведены на счет работника. Если в бухгалтерии все корректно и правильно, то следующим моментом это нужно позвонить вам по горячей линии в отделение Сбербанка и уточнить на какой стадии перевод денежных средств на вашу карту. И если это были какие-то технические сбои, то в течение 1-2 рабочих дней деньги будут переведены на ваш счет на банковскую карту Сбербанка. А под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные и дебетовые карты, вы можете ознакомиться. А это видео было снято специально для канала Банковский. Если оно вам было полезно, не забывайте ставить палец вверх, обязательно подписывайтесь на канал и всем до новых встреч!